Всем привет! С вами Ольга Чернова. Вот так вот выглядит мой огород 1 марта. У всех весна, а у нас еще снег. Я сегодня попыталась пройти хоть в какую-нибудь теплицу. Потопталась у одной, потопталась у другой и пошла в освоясь и домой. Посмотрела, решила, что это нереально расчищать вот эти сугробы для того, чтобы посеять какую-то зелень, там салатик или лук зеленый. И решила, сделаю-ка я себе переносные грядки мобильные, посажу пока вот в этой теплице, в придомовой их. Потом, когда салат взойдет, лук проклюнется, как раз в это время растает вот эти сугробы. Вынесу в теплицу, прикопаю их в землю и у меня уже будут готовые посадки. Я потому что боюсь отстать от всех, кто пишет, у нас уже взошло, у нас уже растет. А я стою там в задних рядах и выглядываю, а я, а я, когда я буду садить, поэтому завтра же буду сеять мобильные грядки, устанавливать. Возьму эти пластмассовые вот эти контейнера из-под фруктов, простелю или газеткой, или нетканкой, или тряпкой старой. Насыплю туда земли, посею салат, посею этот, что я хочу посеять, укроп. Посею лук на зелень, я специально купила осенью этот сибок и хранила всю зиму, чтобы сделать лук на зелень рано-ранно весной. Постоит пока в этой теплице у меня. Как только снег растает и дорога у меня будет свободна в теплицах, в тех-то, конечно, я там выкопаю ямки, эти контейнера зарою вровень с землей. И вот они у меня будут уже готовые всходы вместе со всеми. Не опоздаю. Все, до свидания. Кому понравилась моя идея, можете сделать так же. Можно на лоджии или где-то на балконе сделать посев, например, салат или укроп. Они же долго сидят, и вот как только оттает все, будет тепло, они сами проклюнутся и взойдут, и вы можете увезти их потом куда-то себе на участок, у вас будет ранняя зелень.